Вот она, технология будущего. Мы находимся на солнечной электростанции, которая состоит из вот таких модулей. Их делают из кремния. Это, кстати, единственный элемент, который преобразует солнечное излучение в электроэнергию. И тот, кто придумает, как наиболее эффективно это делать, и станет лидером на рынке солнечной энергетики. У новочебоксарского завода «Хевел» есть все шансы стать первым. На предприятии провели модернизацию меньше, чем за год. Результат – увеличение мощностей до 160 мегаватт в год. Это позволит обеспечить солнечной энергией как минимум 50% отечественного рынка. В обновление производства вложили почти 4 миллиарда рублей. Часть средств – 300 миллионов – выделил Фонд развития промышленности. Фонд развития промышленности предоставляет займы на разные этапы реализации производства. В числе прочего мы даем деньги и на завершение производства, и здесь они были крайне важны. Вы сейчас видите результаты, я уверен, вы им довольны. А результат – кетероструктурные модули собственной разработки. Специалисты Санкт-Петербургского научно-технического центра объединили лучшие качества тонкопленочной и кристаллической технологий. Они улавливают свет даже в пасмурную погоду, способны работать в экстремальных температурах и вырабатывают большой объем электроэнергии. Если говорить про мощность модуля, мощность данного модуля в среднем составляет 300 Вт, что, собственно, на этапе строительства станции тоже дает определенную экономию, потому что расходы на земельный участок, на металлоконструкции, на кабельные изделия имеют значительную стоимость и также немаловажны в процессе строительства. КПД таких модулей выше 20%, поэтому показателю наша разработка не уступает мировым – китайским, японским и американским. Еще один вариант солнечной пластины – двусторонний. Этот модуль еще дополнительно даст прирост эффективности. Мы считаем, что дополнительный отражающий эффект от земли, от снега, от песка, от воды даст возможность получить еще дополнительно 20-25% выработки. Чтобы увидеть, как на свет рождаются инновации, нужно облачиться в специальную одежду. На производстве, как в операционной. Белые стены, яркий свет и точная автоматика. Сначала все кремниевые ячейки проверяют на качество, затем обрабатывают химраствором. Здесь кремниевая пластина меняет свой цвет с серого на синий. А происходит это потому, что на поверхность наносят специальный слой ITO – оксид индиолова. Все это сделано для того, чтобы максимально поглотить весь поступающий свет на ячейку и, соответственно, максимально преобразовать свет в электричество. Еще один слой – трафаретная печать. Это принтер, который наносит серебро-содержащую пасту на пластину. Трафаретная печать, которая будет проводить ток. Печать должна быть сплошная, и бывают маленькие разрывы. Эти разрывы мы смотрим, изучаем и доводим, чтобы печать была сплошная. После всех этапов производства и контроля 60 лечеек соединяются в один модуль. В день таких производят до полутора тысяч. Весь цикл занимает всего 20 часов. Первая солнечная электростанция на гетероструктурных модулях находится на Алтае. Ее запустили в этом месяце. Мощность Майминска СС – 20 мегаватт, что позволяет обеспечивать электроэнергией около 4 тысяч домов. Кремниевые подсолнухи Хевилла разрослись по всей России. Они вырабатывают солнечную энергию в Бурятии, Башкирии, Саратовской, Оренбургской, Волгоградской областях. И это только начало. Руководство завода поделилось планами на будущий год. Второй этап – модернизация, увеличение мощностей и выход на мировой рынок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова